Здравствуйте! Уважаемые жители Самарской области! 14 декабря в регионе подтверждены 295 случаев новой коронавирусной инфекции. Ежедневно в регионе фиксируется более 200, почти 300 новых случаев заболевания. И система здравоохранения по-прежнему работает в усиленном, я скажу, в очень напряженном режиме, чтобы помочь каждому заболевшему. В настоящее время в системе оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией задействовано практически больше трех трети учреждений Самарской области. В регионе работает 131 специализированная медицинская мобильная бригада при поликлиниках для оказания помощи пациентам на дому. Они усиляют первый контакт с пациентом, производят забор мазка и последующее обеспечение лекарственными препаратами. В настоящее время за счет средств регионального и федерального бюджета уже обеспечены бесплатными лекарствами почти 16 тысяч пациентов, тех, которых проходит лечение на дому. И продолжает работать и региональный координационный центр амбулаторной медицинской помощи больным с пневмонией, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. За время работы центра они приняли уже 38 тысяч звонков. Оформлено 29 тысяч вызовов медицинских работников и бригад на дом. Кроме этого, 21 тысяча звонков осуществил сам центр к пациентам для того, чтобы проконтролировать, как они себя чувствуют, какая у них температура, правильно ли они принимают медикаменты. Также для дистанционного мониторинга состояния здоровья наших пациентов продолжает активно использоваться и роботизированная система, совершившая уже более 14 тысяч звонков. Некоторые граждане даже удивляются, почему мне звонят и задают одни и те же вопросы и пытаются вступить с роботом в диалог. Не надо. Четко отвечайте на те вопросы, которые вам задаются. И чем четче вы формулируете свои ответы на заданные вопросы, тем легче потом в машине систематизировать, проанализировать и выдать отклонения для внимания врачей, тем, чтобы они правильно приняли решение или нанесли визит, в данном случае, или уже позвонили, обсудили детали и как-то скорректировали лечение. Или, может быть, приехали к вам и выдали направление на стационарное лечение. Я хочу напомнить телефон горячей линии. Безусловно, лечение, которое проходят наши пациенты и в стационаре, и на дому, зависит от множества факторов. Безусловно, на первом месте сегодня, и всегда было, но сегодня значительно более возросло значение этого фактора, это возраст. Поскольку, я уже говорил не раз, возраст всегда сопряжен с наличием тех или иных сопутствующих заболеваний. Характерная особенность. Коронавирус стал выявлять скрытые формы некоторых заболеваний. Например, люди никогда не страдали гипертонической болезнью. А после перенесенной коронавирусной инфекции у них появляется гипертония. Гипертония 160 на 90, 160 на 100, даже у гипотоников. И люди вынуждены начинать принимать гипотензивные препараты. Еще более сложная ситуация возникает тогда, когда у пациентов скрытый сахарный диабет. У человека были предпосылки, но сахар держался нормально, и если бы этот человек вел обычный образ жизни, может быть, диабет никогда и не проявился. Но на фоне коронавирусной инфекции мы это часто видим. Человек не отмечал никогда повышение сахара. На фоне коронавирусной инфекции, особенно у тех, кто протекает, болезнь протекает тяжело, и кто попадает в стационар, мы меряем сахар и видим, у вас высокий сахар. 9, 10, 12, 15, 20 показателей при норме до 6. Коронавирус так влияет. Коронавирус у некоторых пациентов вызывает серьезное поражение почек. И мы видим, что люди, которые никогда не страдали подобными заболеваниями, у них вдруг возникают симптомы и показатели в лабораторные, которые говорят о повышении мочевины и креатинина. Для чего я вам все это рассказываю? Для того, чтобы вы понимали, что эта болезнь необычная. Много сейчас по поводу коронавируса, инсинуации, разговоров. Да все это ерунда, пора с этим делом кончать. Да, да, 80% населения приносит легко. Да, есть те, кто вообще никогда не заболеют, и пока никто не знает, почему. Но мы же говорим не о тех, кто легко. Мы не говорим о тех, кто может дома вылечиться и вызовет. Мы говорим о тех, кто нуждается в стационарном лечении, и у кого есть опасность умереть. Реально. Потому что тяжело, непредсказуемо протекает. В настоящее время в Самарской области работает комиссия по наработке и внедрению новых методов лечения. В контроле за тем, как работает самарское здравоохранение, комиссия Федерального медико-биологического агентства. Наши коллеги, специалисты по оргметод работе, специалисты по реанимации и анестезиологии, специалисты по организации работы. Встречаются с коллективами наших госпиталей, анализируют, и мне отрадно отметить, что сегодня комиссия работала в нашей больнице, и мы очень конструктивно общались с нашими коллегами. было очень интересно и полезно. Буквально с субботы началась массовая вакцинация медицинских работников от коронавирусной инфекции. Важные, важные мероприятия. На буквально сегодня вечером поступила еще одна партия вакцины против коронавирусной инфекции, которая будет направлена на вакцинацию и медицинских работников, и работников образования, и работников социальной сферы. Это очень важный аспект, очень важный, потому что, как показывают исследования, именно вакцинация дает значительно более устойчивый, долговременный иммунитет по сравнению даже с заболеванием. Пока ученые не могут ответить до конца на вопрос, почему так, но речь идет о том, что именно вакцинация и иммунизация, подготовка организма к встрече с инфекцией, выработка антител, программирование ТИБ-лимфоцитов позволят нам победить эту болезнь. Я рад, что это происходит, рад, что мы можем эту вакцинацию сейчас проводить среди наших коллег. В заключении хочу еще раз обратиться к тем, кто старше 60 лет, обратиться к тем, кто страдает хроническими заболеваниями, но и обратиться к тем, кто здоров, кто молод. Впереди праздники новогодние. И мы, медицинские работники, скорее всего, не будем праздновать в эти праздники. Мы просто не можем себе этого позволить. Скорее всего, мы все эти выходные, праздничные дни вынуждены будем работать, потому что работы много. Мы опасаемся, что массовые встречи, посиделки за столом, различные праздники могут привести к в течение многих дней подряд, в течение этих праздников, могут привести к тому, что вновь возникнет активное распространение инфекций, которые, как мы видим, последние три недели количество обратившихся пациентов снижается, количество госпитализированных снижается. Уже в течение последних трех недель мы не переживаем о том, есть ли у нас места для госпитализации. Места есть. Но предстоящие праздники нас очень тревожат, нас, медицинских работников. И поэтому призываю вас, как можно больше в эти праздники будьте на свежем воздухе, посвятите эти свободные выходные дни прогулкам с детьми или с внуками, или самостоятельно. У нас прекрасная природа, лес, Волга встала, можно гулять. Но как можно меньше, как можно меньше в тесными, дружными компаниями за столом. Когда вы вынуждены принимать пищу, вы боеваете без маски, и вы не знаете, кто из ваших товарищей за столом, за праздничным столом заразился и уже представляет опасность для всех окружающих. Поэтому меньше за столом, больше на улице, берегите себя, соблюдайте меры предосторожности и безопасности, о которых мы неоднократно с вами говорили. Я желаю вам всего доброго. До свидания.